Возможно, Роман дополнит больше, он держит контакт, он у нас ответственен за контакты с региональными организациями и знает больше о всяких интересных инициативах. Здравствуйте! Наконец-то перед вами! Ну, на самом деле, действительно, просто в организации, поскольку я занимаюсь непосредственно работой с региональными организациями, то когда вопрос заходит о том, что они делают, какие достижения у них есть, я не могу, как говорится, не потребовать себя словно. Продолжая вот ту перечень каких-то инициатив весьма интересных, о которых начала рассказывать Залена, продолжу, мне, например, очень нравится, делали наши региональные организации, тоже привлекали молодежь, школьную молодежь к мониторингу источников воды, водных источников. То есть нитратный мониторинг, они брали пробы воды по селам, из колодцев, из родников, они брали пробы воды, делали их анализы лабораторные, и они определяли химический состав и имели выводы по каждому колодцу, по каждому источнику, насколько эта вода вообще, можно ли ее пить, да. И знаете, что больше всего вдохновляло ребят, не то, что, ну, во-первых, в самом принципе, да, это какой-то драйв, интересно, а эта вся информация, она опубликовалась, она доносилась до органов власти, и в ряде районов, например, в Полтавском, в Нижинском, органы власти начали конкретные шаги уже принимать для того, чтобы эту информацию доносить до местных жителей. Например, там мам с маленькими детками, там еще и с роддомов, им эту информацию, вот эти карты, этих источников загрязненных и чистых, их ознакомились с этой информацией и консультировались, какую воду можно давать ребенку, да, какую нельзя, с какого колодца она опасна, с какого безопасна и так далее. То есть, вот то, что дети делают своими руками, то видят изменения в своих громадах, да, в своих селах, вот это их очень вдохновляло, и это держит этих людей, продолжает, как будто этот костяк, молодежь, это держать вокруг организации. Полтавская организация проводила классное, мне очень понравилось, например, лично мероприятие, у них это имеет форму экологического пикника, вот, то есть это какое-то сочетание какого-то культурного отдыха с школьниками, с молодежью, вот, но это имеет вид, то есть не просто выйти, да, поесть и уйти, а, во-первых, там детей учат экологически, дружественного отношения в природе, как готовить пищу на природе, не загрязняя природу, в принципе, какой-то минимальный вред природе, естественно, то есть как, вопрос и экологической самой еды, какая еда экологически чистая, экологически не очень опасная, не менее опасная, вот, ну и само собой то, что потом все, все то, что они оставили, просто оставили после себя, конечно, они это все забирали, он все. Вот, из вашей презентации меня, честно, заинтересовал ваш опыт экотроп, и я думаю, что вы найдете здесь общие темы для общения с нашей еремчанской организацией, у нас есть организация в Еремче, и, как вы понимаете, Еремче, в принципе, такая территория туристическая, а наши люди, они тесно работают с Карпатским национальным природным парком, и они непосредственно привлекают своих волонтеров вот к благоустройству, к обустройству, к маркировке вот этих всех экологических маршрутов на территории, заповедник. Их, конечно, они в этом вопросе, честно, ну, можно их смело назвать профессионалами, потому что это люди, во-первых, профессиональные экологи, во-вторых, среди них есть работники, собственно, национального парка, и, я думаю, они смогут со мной поделиться интересными идеями. Говоря о том, как еще работают наши организации с школьными, да, такими громадами, ну, опыт действительно большой, и начиная от каких-то конкурсов, как вот Заряна говорила уже об этом, скажи вот это спасибо, вторая жизнь старых вещей, такие конкурсы, после которых остались в наших офисах, куча всяких поделок совершенно, вот, вот, что-то подобное того, как вы вот показывали, да, когда из инвентарных вещей буквально мусора делались фантастические вещи, вот, собственно, что-то такое происходило. Что могу отметить из какого-то такого оригинального, да, наша Кировоградская организация, она у нас, есть там молодежь, которая специализируется на проведении квестов, они в рамках наших информационных компаний проводят в городе сети квесты, и школьная молодежь, она испытывает огромный, как говорится, драйв-задор, когда им приходится бегать по городу или там по парку, выполнять все эти задания, там команда, такой элемент состязательности, да, и какой-то приз впереди. То есть вот эти идеи, потому что на самом деле организация квестов — это отдельная тема, и тут действительно нужно это уметь, и я думаю, что если у вас есть молодежь, которая заинтересована в этом, то запросто кировоградцев, либо кировоградцев к вам, либо вас кировоградцев, можно с вами познакомиться. А гид-бригады, вот то, что у вас есть опыт вот такого эко-мода, да, у нас что-то наподобие проводилось в Новокаховке, например, но у них это имело вид, точнее, имеет вид такой более театрализированного гуртка, и они регулярно сделают какие-то постановки на экологическую тематику. Опять-таки старшие классы показывают в вашем классе, сами там разрабатывают сценарии, идеи и так далее. У вас такой прорыв в части интернет-технологий, да, и в части газеты, а в Харькове, Харьковская организация работает со школами, в которых есть свое радио. И опять-таки это радио активно подключается к нашим проектам по... Было у вас, да? Есть. Есть радио? Мы пытаемся вас обновить, у нас этот проект, поэтому надо начинать заново, потому что дети по-выпускали, с какой-нибудь уйдет. Ну, вся база есть, то есть мы можем запустить в любой момент. Это интересно, правда? Конечно, вот вообще идея школьного радио, это очень здорово. И не во многих школах. Еще мы выловили интернет-радио. Интернет-радио? А у вас школьная молодежь, она имеет хороший доступ к интернету именно дома и так далее? Да, у нас... Так, хороший, да. Это у процента 80 школьников, а то и больше нет уже. Ну, здорово. Ну, в общем-то, вывод какой, да, по поводу работы со школьными... Ну, со школьной молодежью, вообще с молодежью городской опыт есть, интересные наработки у нас есть. Мы будем рады представить их вам, и мы думаем, что будет... Мы еще предложим вам какие-то мероприятия, в рамках которых вы сможете пообщаться с этими людьми, встретиться с ними. Мы проводим какие-то такие внутриорганизационные, внутрисетевые, регулярные какие-то конференции, встречи для обсуждения наших текущих вопросов. Так и мероприятия направлены на то, чтобы каким-то образом усилить вас. Какие-то тренинги, какие-то обучения, их могут проводить как наши специалисты, так и приглашенные какие-то эксперты. И, опять-таки, это все площадки, в рамках которых вы можете не только узнать что-то новое, научиться чему-то новому, но и пообщаться более тесно с нашими, с такими же людьми энтузиастами, как вы, но только с других регионов, у которых свои идеи, свой опыт, свои практики. Мы стараемся во все эти тренинги включить какой-то вот такой элемент, какое-то такое время, да, чтобы вы могли вот этой информацией обменяться. Поэтому, знаете, что-то такое символичное есть. Мы вот приехали к вам, мы с Дарьяной сидим сейчас за одной партой, да. Я вот сижу и думаю о том, что на самом деле это тоже какой-то знак, наверное. Приятно искать в этом знаке. Потому что на самом деле мы уже привыкли, да, учить. Я, наверное, в первую очередь говорю о нас с Дарьяной, потому что мы все-таки, Маму и СССР — это одна из ведущих организаций экологических, и наша одна из частей, одна из наших заданий, да, это развивать экологические организации и делиться с ним своим опытом. Но с другой стороны, мы приехали к вам и сели за парту, потому что мы приехали тоже учиться у нас. Мы приехали тоже знать ваш опыт, посмотреть на мир вашими глазами и сделать нашу деятельность более эффективной, более приближенной к тому, что действительно нужно нашей стране и нашему обществу. Вот, надеемся с вами посидеть за одной партой и набраться с вами общего опыта. Спасибо. 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 Спасибо.